В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Дмитрия Дудко. Отработали на отлично. Такую оценку действиям правоохранительных органов и МЧС дал Олег Козурин. Сегодня в правительстве города подвели итоги операции по предотвращению чрезвычайной ситуации в районе русла реки Кача. Напомним, вчера возникла угроза перелива через дамбу Загорского водохранилища и подтопления села Вишнево, а также поселка Орловка. Без крова могли остаться порядка 5000 человек. Подробности в репортаже Владимира Сорокина. В первую очередь Олег Козурин отметил оперативность действий. Отработка спасательной операции началась сразу, как стало известно о переполнении Загорского водохранилища и возможном переливе дамбы. Мы ожидали угрозу перелива воды через дамбу этого водохранилища, которая могла привести к тому, что волна, которая могла прийти от Загорского водохранилища к нам, это в район поселка Орловка, Кача и еще в деревне Вишнево, которая находится, могла привести к тому, что нам пришлось бы эвакуировать около 5000 человек. Вскоре в район Орловского моста прибыл губернатор. Был развернутый оперативный штаб МЧС и заработала комиссия по оценке потенциальной угрозы. Мы сейчас проводим предварительные мероприятия для того, чтобы в случае чего, если пойдет перелив водохранилища Загорского, чтобы часть территории нашей здесь может попасть под затопление. Поэтому сейчас проводим превентивные меры, предупреждительные меры для того, чтобы подчеркнуть, если будет чрезвычайная ситуация, чтобы мы вышли из этой чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Сотрудники правоохранительных органов начали обход и оповещение населения о возможном подтоплении. Сотрудниками полиции была организована, во-первых, охрана данной территории, в случае, если бы произошел ее уклад. Во вторую очередь, они вместе с депутатами, местными депутатами, практически пошли каждый дом, каждый двор и известили народ о том, что возникла угроза, в общем-то, перелива, то есть наводнения или там того, что вода будет поступать с Загорского водохранилища и предупредили, рассказали о тех мерах безопасности, которые необходимо принять. Параллельно шла подготовка пунктов эвакуации населения. Тут содействие оказало Министерство обороны. Для временного размещения тысячи человек военнослужащие готовы были предоставить казармы. Часть людей планировалось расселить по санаториям, домам отдыха и пансионатам, но тут возникли непредвиденные обстоятельства. Некоторые пансионаты, дома отдыха, они называют которые, к которым мы начали обращаться и с просьбой о том, чтобы они выделили нам энное количество мест, чтобы мы заранее знали, как производить эвакуацию людей, они просто отказали нам, сказали, что мы не работаем в этой теме, мы не понимаем и вообще не хотели бы с вами работать. В то же время добровольцы из общественных организаций и казачьих подразделений расчищали русло реки и сооружали дамбы. Поступила команда от нашего командира оказать помощь МЧС и городу в строительстве дамбы. В данный момент ждем машины со строительным мусором, с которой будем возводить инженерное устройство. Благо, перелива дамбы Загорского водохранилища не произошло. Обильные осадки прекратились. Приняли решение, оставив в посты наблюдения большую часть людей отпустить по рабочим местам с условием 20-минутной готовности. В целом же все службы и привлеченные общественные организации отработали профессионально, подчеркнул Олег Козурин. Владимир Сорокин, Анастасия Шульга, Михаил Волобуев, Делевер Меджитов. Информационный канал Севастополя. Представители средств массовой информации обучат работе в экстремальных условиях. В Севастополе стартовали учебно-практические курсы специальной подготовки «Бастион». В город съехались работники масс-медиа со всего Крыма и Москвы. Общее число участников – 35 человек. Гостей разместили в казармах. Занятия будут проходить неделю на базе отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в Казачьей бухте. Специальные курсы в Севастополе проводят впервые. Обучают представителей СМИ 15 преподавателей столицы страны и Нижнего Новгорода. Занятия разделены на теоретическую и практическую части. В первой опытом поделятся сотрудники Национального антитеррористического комитета ФСБ, МВД, МЧС и МИД. Во второй – для участников создадут условия, приближенные к военным. Они пройдут по минному пулю и станут заложниками. Особое внимание на занятиях уделят медицинской и психологической подготовке. По окончанию курсов – сдача зачетов. По окончанию этих курсов мы вручаем сертификат, который играет очень большую роль. Любой военный с большим удовольствием возьмет человека, который говорит, я кончил курсы «Бастион». Он знает, что этот человек подготовлен, что с ним не будет нужно нянчиться, рассказывать ему все с азов. Поэтому мы вручаем сертификат и торжественное вручение будет у нас в субботу, в конце этих курсов. Курсы «Бастион» проводятся с 2006 года. За это время их прошли более 600 журналистов из разных городов России – от Калининграда до Владивостока. Цель занятия – приобретение навыков для работы в экстремальных условиях. Вопрос сохранения жизни представителей масс-медиа актуален, говорят организаторы. В период с 2000 года погибло более 300 российских журналистов. Эта профессия, по данным ЮНЕСКО, по опасности уступает лишь летчикам, испытателям и шахтерам. 1 июня – Международный день защиты детей. Отмечают дату ежегодно с 1950 года. А решение о проведении было принято в 1925 в Женеве на Всемирной конференции по вопросам благополучия подрастающего поколения. Вчера, накануне праздника, в Севастополе в четвертый раз провели традиционный туристический слет для детей-инвалидов. В этом году он объединил более 30 участников. Ребята прошли специальный комплекс спортивно-развивающих упражнений. Подробности у Анастасии Синицы. Ориентирование на местности полоса препятствий – стрелковый тир-тур. Слет для них, как олимпийский поединок, где один за всех и все за одного. Наравне с обычными детьми в каждой команде соревнуются особые, показывают безграничные возможности человеческого организма, учатся верить в себя. Детки такие не всегда могут полазить по веревкам. Многие не знают, что такое, не ориентироваться, не что такое карта. Ну, а тем более участие наравне с обычными детками в их же командах стимулирует развитие, заставляет их самих тянуться за здоровыми детками. Миша с трудом удерживает равновесие, но альпинистское оборудование не выпускает из рук. Двигаться старается как можно быстрее. Давно мечтает отправиться в горы и покорить самую высокую вершину. Хочу пройти все испытания и стать сильным, крепким, как скалолаз. Гость турслёта – путешественник Ильдар Галиакбаров. То, что инвалидность – не повод ставить на себе крест, показывает ребятам на личном примере. Совсем недавно он добрался в Севастополь из Уфы на специально созданном гибриде инвалидной коляски. и велосипеда. Жизнелюбие и смелость особых детей вызывают у него восхищение. Самые активные дети, которые сейчас я видел, и пускай они были бы самые активными, как и мы, инвалиды, мы тоже участвуем в этом туризме. Пускай будут такими же, как сказать, спортивными. Маленькие победы приносят особым детям большую радость, говорят организаторы. Совместные занятия физкультурой помогают им стать смелее и увереннее, найти друзей, научиться преодолевать трудности. После туристического слёта дети-инвалиды полюбят не только спорт, жизнь. Они меняются после этих слов, они становятся другими, они общительнее, у них горят глазки, они становятся счастливы. Это здорово. Организаторы уверены, в следующем году турслёт объединит ещё больше семей, где есть дети-инвалиды. И те, кого обычно называют людьми с ограниченными возможностями, ещё не раз докажут, на самом деле их возможности безграничны. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополь». А сегодня в Севастополе впервые стартовал фестиваль народных промыслов «Город детства». В праздничной программе, которая проходила в Парке Победы, подвижные игры, выставки изделий ручной работы, тематические мастер-классы по уникальным техникам ремёсел. Освоить основы народной живописи, лепки из глины, росписи по шёлку и другим видам искусства могли все участники мероприятия. По словам организаторов, фестиваль продлится до 7 июня. На данном фестивале каждый желающий, родители с детьми, дети могут увидеть, как мастера делают такого рода изделия, приобщиться к любой технике творчества, попробовать свои силы, найти в себе творческий потенциал. Мастера покажут все тонкости своего искусства. Каждый человек найдёт себе какое-то направление по душе. Космонавтам быть хочу. В Севастополе сегодня открылась первая в России детская интерактивная выставка. Особенность экспозиции – здесь можно примерить скафандр, проверить вестибулярный аппарат, сфотографироваться на Луне и ощутить себя покорителем Вселенной. Среди экспонатов представлен и подлинник – спускаемый аппарат корабля «Восток ЗКА-2», на котором 25 марта 1961 года были отправлены в космос собака-звёздочка и манекен Иван Иванович. Через 18 дней по их пути проследовал и Юрий Гагарин. Севастополь стал четвёртым городом, в котором проходит выставка. В прошлом году она была представлена в Москве и Санкт-Петербурге, а недавно в Симферополе. В нашем городе выставка продлится до 30 сентября. Сначала можно будет подать заявку в космонавта, заполнить анкету, потом пройти тесты интеллектуальные и физподготовку, затем познакомиться с обмунтированием космонавта, во что он наряжается, как он идёт, что входит в индивидуальный набор космонавта. Затем выход в открытый космос, можно будет сфотографироваться в скафандре «Орлан», узнать его устройство, чем отличается скафандр «Сокол», например, в котором они летят до орбиты, до международной станции, и в чём выходит в открытый космос, непосредственно в скафандре «Орлан». Крым-Наш Крым-Наш выступил Вятский государственный университет города Кирова. В рамках проекта организованы тренинги и мастер-классы специалистов в области гражданско-патриотического воспитания. Кроме того, гости из Курска, Рязани и Казани посетят военные музеи и мемориалы. Участников форума ждут экскурсии по местам боевых сражений, встречи со студенческими поисковыми объединениями Крыма и севастопольскими ветеранами. Завершится межрегиональный форум «Крым-Наш» 3 июня. Снимная задача была максимально погрузить наших студентов из разных регионов в ту историческую правду событий, которые здесь проходили. В этом смысле Севастополь для нас уникален и интересен был всегда. Мы больше 10 лет привозили студентов именно в Крым, именно в Севастополь, чтобы они это прочувствовали на себе. Но вот я думаю, это нам удалось. Цель как раз-таки нашего форума была тема юбилеев победе в Великой Отечественной войне. И поэтому здесь мы посещаем самые памятные места. И сегодня мы впервые, я надеюсь, не последний раз здесь были. И мы были в восторге. В городе подвели итоги 24-го международного кинофорума «Золотой Витязь». В Севастополе фестиваль проводили впервые. И по оценкам организаторов он удался. На протяжении 10 дней с 22 по 31 мая в Центре культуры и искусства в кинотеатрах «Москва и Победа», а также на площади Дома культуры рыбаков, жителям и гостям города показали около 200 фильмов, привезенных из 20 стран мира. Организаторы отмечают, за время работы форума охватили практически всю сельскую зону Севастополя. Были и творческие встречи выдающихся актеров и режиссеров со зрителями. Праздником поделились и с крымчанами. 30 мая гала-концерт звезд славянского кинематографа провели в Симферополе. Подписан договор о сотрудничестве на вечные времена между кинофорумом «Золотой Витязь» и администрацией Севастополя, согласно которому «Золотой Витязь» принимает на себя полномочия генерального провайдера культурных программ города Севастополя. Мы со всей ответственностью подошли к этому, поскольку по общему мнению «Золотой Витязь» есть та организация, которая имеет право рекомендовать или не рекомендовать то, что предлагается городу. В этом году на конкурс было заявлено 170 игровых, документальных, полнометражных, короткометражных, анимационных, студенческих и детских фильмов. По словам президента фестиваля Николая Бурляева, в следующем количество работ уменьшат, а упор сделают на творческий потенциал участников. По итогам в номинации «Игровой художественный фильм» члены жюри отметили пять мировых кинематографических произведений. «Бронзового Витязя» завоевала лента «Невпродых» польского режиссера Анджея Барта. Картина «Белый ягель», снимавшаяся в экстремальных условиях при минус 50 градусах, получила серебро, а также награда за лучшую операторскую работу. «Золотого Витязя» увезут сербские и болгарские кинематографисты за работу «Исцеление» и «Болгарская рапсодия». Гран-при мы отметили. Фильм представителя молодого поколения России «Две женщины», удивительный режиссуру, экранизации или по мотивам Тургенева «Месяц деревни», «Две женщины». Это прелестный фильм, который заслуживает Гран-Гран-при. Удивительный фильм изящного тонкого киноискусства. «Хочу сказать спасибо, конечно же, Вере Глаголевой, которая меня взяла в эту семью, не побоюсь этого слова, потому что для меня это первая картина. Были телевизионные проекты, но вот именно картина для меня первая. И это было волшебно». В воскресенье в галерее современного искусства «Зеленая пирамида» открылся джазовый фестиваль «Грин Джаз Фест». Проходит он в пятый раз. В этом году форум собрал музыкантов из Севастополя, Симферополя и Донецка. В программе выступления гитариста Сергея Чайкина, саксофониста Роландии Неавадзе, барабанщика Дениса Мельникова и секстета Виктора Никулина. По словам организаторов, в этом году фестиваль откроет и новые имена. Фестиваль имеет свое постоянство, как в этом году у нас будет постоянный коллектив, который присутствует уже здесь пять лет. И также я хочу сказать, что у нас, естественно, будут новшества и в этом году впервые. Будет выступать сакс-квартет, который сейчас на заднем плане репетирует, оттачивает, да, у нас последние штрихи. Будет дексилент впервые представлен за пять лет. Здесь у нас в Севастополе ребята из Симферополя приедут, покажут свое искусство. Ну и апогеи, я вообще считаю, что это очень здорово. У нас выступит впервые биг-бенд в заключительный день. Это будет вторник в 18.30. Биг-бенд, причем супер-биг-бенд, потому что это будет 25 человек. Медь будет просто греметь. Даже стихами заговорил. В минувшие выходные в Севастополе провели чемпионат Крымского федерального округа подзюдо. Турнир посвящен 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в соревнованиях приняли спортсмены 1997 года рождения и старше. За победу на чемпионате боролись более 100 борцов в 14 весовых категориях из Севастополя, Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи и Евпатории. Впервые победителям чемпионата присваивали звание мастер спорта России. Для этого нужно, чтобы в весовой категории участвовало не менее 12 спортсменов. Впереди у лучших зюдоистов Крыма и Севастополя чемпионат страны. Эти соревнования являются отборным на чемпионаты России, который проведет в этом году, в сентябре этого года, в Красноярске. В каждом весе едут 4 человека и сегодня первое место являлось человек, который займет первое место и будет мастером спорта. Такое право мы заслужили благодаря хорошему выступлению в прошлом году на чемпионате России, потому что мы привезли две, одну серебряную, одну бронзовую медали и заняли, в общем, зайдете 6 место в городе Севастополь. И на этом наш выпуск завершен. В студии был Дмитрий Дудко. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok